Господа, вот и подошло время посмотреть вторую серию моего сериала Адреналин. К сожалению, Максима Ватковского дождаться нам не удастся, потому что он освободится только на следующей неделе, а контент у меня уже весь был готов, поэтому я заменил его другими актерами. То есть озвучивать все это, весь этот сериал будет не один человек, а сразу несколько. Поэтому поставьте лайк за старание, и следующая серия выйдет только в том случае, если мы наберем здесь 2000 лайков. Да, много, но поверьте мне, те усилия, которые мы вложили в этот контент, в этот один видеоролик, ушло 4 дня и куча времени у других людей, поэтому, ребятки, снимать это все крайне сложно. Если вам действительно понравится то, что вы сегодня увидите, не забудьте прожать лайкосик, чтобы я понимал, что я не зря стараюсь и что надо продолжать снимать этот сериал. Ну а теперь я желаю вам приятного просмотра, садитесь поудобнее, и мы начинаем. Поехали! Потеряв все, что имел, я отправился в ближайший парк, чтобы обдумать свои последующие действия. Я не знал, куда мне идти, где заработать денег, чтобы вернуть долг стритрейсерам. В кармане оставалось всего лишь 500 рублей, которые я планировал потратить на еду и воду, чтобы было время подумать на сытую голову, как же мне найти работу. В этом городе у меня не было ни знакомых, ни близких, кроме старого приятеля, который переехал сюда 3 года назад. Я понятия не имел, чем он занимается, есть ли у него семья и дети, возможно, у него даже не было времени на меня с моими проблемами. Но он был моим единственным шансом что-то изменить. Я описал ему свою ситуацию в смс-ке и попросил помочь найти работу. Мне казалось, что ответ либо совсем не поступит, либо придется ждать его несколько дней. Но на мое удивление, он позвонил мне этим же вечером и сделал мне интересное предложение по работе. Здорово. Увидел твою смс-ку, к сожалению, сам приехать не смогу. Думаю, смогу помочь тебе с работой. Скоро освободится одна вакансия в уважаемых городе людей. Судя по твоей ситуации, выбора у тебя особого нет. Либо вернешь долг, либо тебя эти парни или их приятели прикопают где-нибудь в лесу. Сумма-то не маленькая. Я договорился насчет тебя, и тебя буду ждать через час в одном месте. Адрес я тебе скину по смс. Через свой аккаунт я взял прокат машины с каршеринга. Ты сможешь найти ее в двух кварталах от театра. Более точнее место также в смс-ке сброшу. Ты главное это. Руки не опускай. Я в час мог-мамок. И это было лучшее, что я мог для тебя сделать. Платят они очень хорошо. Долг сможешь быстро отдать и в живых остаться. Но работа там специфическая и крайне ответственная. Так что смотри, не подведи меня. Я за тебя перед этими людьми поручился. Так что если что, спрос будет с нас обоих. Ладно, бывай. Мне пора. Дела ждут. Я обрадовался таким новостям. Теперь одной проблемой меньше. Уже через пять минут мне пришла смс-ка от приятеля с адресом куда мне ехать и адресом где стоит машина из каршеринга. В назначенное время я приехал к месту, указанному в смс. Сначала я обрадовался, когда понял, что адрес из смс-ки оказался на рублевке. Я сразу понял, что платить действительно буду достойно. Подъехав к дому, я сразу понял, что люди, на которых я буду работать, крайне состоятельные и серьезные. У ворот стояли двое охранников и еще одного я приметил на крыше дома. Я подошел к одному из них и объяснил ситуацию. Он кинул на меня беглый взгляд и просто сказал, заходи. Он открыл мне ворота в виллу. Я не спеша направился внутрь, на меня без остановки пянулся охранник на крыше. Войдя в дом, я увидел еще двух охранников и двоих человек. Одеты они были довольно в дорогие вещи, да и украшения золотые имелись. Я подошел к ним. Буэнос диас, ховен. Я ни хрена не понял, что он сказал. Мексиканский язык я даже близко не изучал. Единственное, что я помню по-мексикански, это то, как сказать, что я ни хера не понимаю. No comprendo, уважаемый. Я рассказал ему о своей ситуации. Кто дал мне адрес и то, что мне нужна работа, чтобы отдать долг. Си, си, работа. Как раз о ней мы сейчас с братом и разговаривали. Обсуждали ту должность, на которую тебя сюда прислали. Меня зовут Томми Анджело, а это мой младший брат Джузеппе. Чао, рогаццо. Сейчас сюда придет человек, который занимает твою должность. Мы с братом должны его уволить сегодня. И тогда ты займешь его место. Только у меня есть два условия. Какие условия, спросил я. Первое условие. Ты должен стоять и молчать до момента его увольнения, как рыба об лед. Второе. Ты поедешь его увольнять с нами в наш офис. Там и тебя и оформим сразу на работу. Больше о работе узнаешь, когда мы тебя уже пристроим в нашу компанию. А до этого момента о твоих обязанностях я рассказывать не буду. Согласен? Выбора у меня особого не было. Либо это работа, либо буду кормить червей в лесу неподалеку. Уже через неделю-другую. Я сказал ему, что согласен. И через мгновение в дом вошли еще три человека. Два охранника и какой-то парень. Буэна с ночи с Томми. Ты хотел меня видеть? Да, Максим. Мы с братом решили тебя повысить. Мне доложили, что ты хорошо выполнял свою работу в последние пару месяцев. Мы решили, что ты готов к более серьезным делам. О, это хорошо. Большое вам спасибо, Томми и Джузеппе. Я обещаю, что я не подведу ваше доверие. Конечно, Максимка, не подведешь. Мы тебя давно знаем и знаем, что ты хорошо свою работу всегда выполнял. Поэтому тебя и повысили, Амиго. А что мне делать-то нужно будет, босс? Расскажите подробнее. Все мы свое время, Максимка. Сначала поехали с нами к нашему загородному дому. Там я тебе и зарплату за месяц выплачу, и за бутылкой виски обсудим, что да как. А на твою старую должность, кстати говоря, мы решили взять вот этого паренька. Теперь он на тебя работать будет. Окей, хорошо, Томми. Поехали. После этого мы все сели в черные иномарки и под кортеджем отправились в дорогу. Я понятия не имел, куда мы едем, но выбирать мне особо не приходилось. Да и заднюю давать уже было поздновато. Спустя какое-то время мы приехали за город к огромному дому. Только машины проехали чуть дальше него и остановились у какого-то заброшенного домика. Босс, а почему мы проехали в ваш коттедж? Все просто, Амиго. Мы должны тебе показать, где товар лежит и где оборудование достать сможешь. А, ну хорошо, Джузеппе. Вопросов больше нету. Когда машины остановились, все вышли и пошли по лестнице на второй этаж заброшенного дома. Двое охранников сразу встали у входа, а двое других и братья вместе со мной прошли внутрь. Максима сразу толкнули вглубь дома и загнали в угол заколоченными окнами. Босс, а что происходит? А то самое, Максимка. Ты думал, что мы не узнаем, что ты мусорам на наших парней стучишь? Из-за тебя ушлепка мелкого троих наших посадили. А то вы грохнули, когда он от мусоров скрыться пытался. Босс, нет, вы что? Я бы никогда такого не сделала. Это же я... Максимка. Я с вами уже пять лет работаю. Тебя с потрохами сдал наш мен, которого мы у себя на зарплате держим. Он-то и праздна, что ты на части инфу о товаре сливаешь. Так что, Максимка, ты уж прости, ебуэносначе, амиго. После этих слов в Максима открыли огонь сразу четыре человека из пистолетов Макарова. Но особо усерден в его убийстве оказался старший брат Томми. Ты меня понимаешь, Максимка? Ты меня понимаешь? Когда он прекратил уродовать тело Максима и повернулся в мою сторону, я понял, что я встрял по полной программе. Господа, огромное спасибо вам за просмотр и огромное спасибо хочу сказать тем ребятам, которые участвовали в съемках этого видеоролика. Сейчас вы видите скриншот на экране и также именно тех людей, которые озвучивали все это. Огромное вам спасибо, что помогли, а вам за то, что господа смотрели. Не забывайте подписываться на канал и ставить свои царские лайкосики. С вами был как всегда я Бэдмен, увидимся в следующей серии.